Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Хукат, где Тора говорит, что умирает Аарон, первосвященник. Старший брат Моше умирает и оплакивает Аарона весь Израиль, весь дом Израиля, абсолютно все его оплакивали. Зачем Тора это подчеркивает? Что не очевидно, что когда умирает первосвященник, все будут скорбить и все будут грустить, и все будут плакать. Зачем это подчеркивать? Говорит нам Тора, нет, это не очевидно. А как такое может быть? Потому что когда умирает Моше, написано, не все его оплакивали. Секундочку, секундочку, давайте вот с этого места поподробнее. Почему это когда Аарон умирает, первосвященник Аарон умирает, все плачут и все скорбят? А когда Моше Робейну, который дал еврейскому народу Тору, Тора называется Торат Моше, Тора Моисея, когда умирает Моше, не все плачут и не все скорбят? Как такое может быть? Говорят нам наши мудрецы, что Аарон, его качество, было мирить людей. Он всегда приносил мир в дом, между мужем и женой, между отцом и сыном, между партнерами по бизнесу, между друзьями и коллегами. Он всегда всех мирил. Каким образом? Он понимал, что все мы несовершенные. И как можно вообще кого-то критиковать, на кого-то обижаться? У каждого такая внутренняя борьба. Жизнь такая сложная бывает. И кто-то тебе что-то сказал, так ты должен понять, что он не хотел тебя обидеть. У него просто очень сложный день, у него очень сложный жизненный период. И он сам прощал всех. И Аарон объяснял всем другим, прощайте, прощайте и любите, потому что у всех такая сложная жизнь. Да, он тебя обидел, но он же несовершенный. У него такая сложная жизнь. Пойми, войди в его положение и прости его, не обижайся. Таким был Аарона Куэн. Мы говорим каждое утро, спасибо Всевышнюю, что ты дал мне все, что мне надо. Шааса ли кольцурки. В единственном числе. Человек должен жить так, как будто бы Бог дал ему все. Все, что ему нужно для духовного роста. Понимать это и за это благодарить Всевышнего. Мне дал Бог все, что мне надо. Все ресурсы для духовного роста. Но ему, моему соседу, я не имею права так думать. Я не могу сказать Всевышний спасибо, что ты дал ему все, что ему надо. Потому что в моих глазах он несовершенен. В моих глазах у него должна быть такая вот сложная-сложная борьба, чтобы я мог его прощать и чтобы я хотел ему помогать. Всевышний, ты мне дал все, что мне надо. Но ему ты не давал все, что ему надо. Как бы, хотя в принципе, конечно, мы понимаем, что Бог дал каждому все, что ему надо. Но мое отношение к другим людям должно быть такое, что он несовершенен, ему сложно, у него борьба. И с этим пониманием Аарон всех дружил, всех мирил и всем помогал. Поэтому, когда он умер, все плакали. Умер наш друг Аарон, который нам так помогал, нас помирил с мужем, нас помирил с партнером, с учеником. Он нам так много добра дал. Но Мошер Абейну, он был царем. Он был раввином и судьей. И понятно, что когда умирает судья, который говорит, ты не прав, судья должен делать замечание, судья должен сказать, ты ему должен денег, ты его ограбил, ты не прав, раввин должен делать замечание. И когда умирают Мошер, конечно, не все его оплакивают, потому что, а, вот этот Мошер, который меня признал в суде виноватым, он умер, я не буду расстраиваться. Он меня там обидел в суде. Вот этот Мошер умер, раввин, который мне сказал, что я не прав, Я обижен. Поэтому говорит нам Тору, что когда Аарон умер, все плакали. И это подчеркивается, чтобы ты знал, какое качество было у Аарона стремиться к миру и всех мирить. Муше, когда умирает, ему большая похвала, что его не все любили. Если раввина все любят, что это за раввин такой? Раввин должен делать замечание, судья должен делать замечание. И это огромная похвала Муше, что его не все любили. Так и должно быть. И говорит нам Тору, будь как Аарон. Если ты действительно раввин или судья, ты обязан судить, наказывать и говорить людям, что они неправы. Но большинство из нас, мы не судьи, мы не раввины. Мы должны быть как Аарон, стремиться к миру, видеть людей несовершенными, прощать их, помогать им. И давайте будем стараться быть как Аарон, первосвященник, которого все-все-все любили за его невероятное добро, которое он нес всем людям. Спасибо огромное за внимание. Шаббат шалом.